Обожаемые Николаевна Николаевна, Сергей Петрович, дорогие коллеги, товарищи, мой доклад посвящен новому направлению в современной медицине, это водородной терапии, а также перспективам использования озона и водорода совместно, то есть из зоны водородной терапии. Появление водородной терапии, на мой взгляд, означает образование новой медицинской специальности терапии медицинскими газами. Почему? Основанием для такого подхода является то, что все известные медицинские газы, как то, озон, водород, ксенон, оксид азота, сероводород, обладают сходным и чрезвычайно широким спектром фармакологической активности, невзирая на различия химических свойств. Это особенно наглядно видно на примере озона. Озона, вот его спектр фармакологической активности, вот спектр фармакологической активности водорода и ксенона. Вот это окислитель, это восстановитель, а это вообще инертный газ, а спектры у них одинаковые. Почему? Одно из распространенных, ну, таких как бы, всем понятных, понятным и поэтому самым распространенным объяснением является то, что все без исключения медицинские газы антиоксиданты. Вот, но только они по-разному являются антиоксидантами. Скажем, если вот озон, являясь оксидантом, активирует антиоксидантную систему и смещает вниз вот эту вот, так сказать, чашку, то водород, уничтожая радикалы некоторые, о которых я скажу, кожи, поднимает вот это правое плечо вверх и приводит к балансу, да? Вот. А баланс это что? Это здоровье. А раз здоровье, значит, вот хорошо. Получается, что вот это вот универсальное объяснение, что все медицинские газы являются антиоксидантами, оно спасает положение и создает перспективы для совместного применения, ну, вот, скажем, сейчас я буду говорить о водороде и о озоне, совместного применения этих газов, которые, может быть, даже будут обладать синергетическим действием. Только почему же, собственно говоря, так долго никто не принимал во внимание водород как терапевтический агент? А дело в том, что водород становится активным только при температуре где-то около 530 градусов, когда молекула водорода разлагается на атомы, а вот эти атомы уже могут там взаимодействовать с кислородом, образовать воду и так далее. Ну, и, в общем-то, это все сопровождается горением, даже взрывом. Вот. Но это 530 градусов или 435 килокалорий на моль для этого требуется. Вот. Ну, а так как у нас в организме нет таких условий, то и, соответственно, водород считался и считается кинетически инертным. Он, конечно, тоже не инертный, он горючий, но он кинетически инертный. То есть, его кинетика такова, что эта реакция как бы не идет. Вот. Ну, и вот в 2007 году японские авторы показали, что существует два радикала. Один перксинитрит-радикал, второй гидроксильный радикал, который имеет настолько высокую окислительную способность, настолько высокий термодинамический потенциал, что они способны окислять водород при комнатной температуре, при температуре тела. Ну, и, соответственно, тут, что там с водородом происходит, неважно. Главное, что они инактивируются, как радикал. То есть, получается, что вот эти вот радикалы, они селективно чувствительны к водороду, и это очень хорошо. Потому что, как вы видите, на графике показана активность гидроксильного радикала, пероксинитритного радикала, и остальных вот этих вот радикалов, там, или активной формы кислорода, и оно, перекись водорода, супероксидонион-радикал, они очень мало реагируют. И это тоже понятно почему, потому что они не способны окислить водород. И это тоже очень хорошо, потому что эти радикалы, они, как бы, полезны, и они участвуют в работе иммунной системы, там, и вообще, ну, так сказать, медиаторы разнообразных реакций, и в том числе информационных, и так далее. Но как раз водород на них не реагирует. А еще очень важно, что водород, это в составе кишечных газов, он составляет до 20%. То есть это натуральный наш газ, его очень много. Кишечных газов образуется в сутки десятки литров. Ну, только часть из них, так сказать, отходит. А в основном они образуются, всасываются, и 20% вот этого общего числа составляет водород. Вот этот водород и есть, вот этот вот антиоксидант, специально разработанный природой, ну, как бы, появившийся в результате эволюционного развития, для инактивации вот этих двух очень опасных радикалов. Потому что против них нет ни каталаз, ни пероксидаз, ничего. Ни супероксид, десмутаз. Они настолько энергетичные, что никаких катализаторов быть не может. Зато могут быть ловушки. И поэтому вот за водородом сохранилось такое название скевинджер, или ловушка, трамп. Он образуется в кишечно, ну, там, в воздушной кишке, частично в толстом кишечнике. Но он очень быстро распространяется по организму. И достаточно, например, сделать ректальную инсуфляцию водородом. По аналогии с инсуфляцией озонокислородной смеси. И буквально через несколько минут в выдыхаемом воздухе появится повышенный уровень водорода. То есть он по организму разбегается очень быстро. Ну, и таким образом мы можем сказать, что водород – это натуральный, уникальный антиоксидант. Уникальный, потому что он действует селективно, только на вот эти высокоэнергетические радикалы. Вот. Ну, это все хорошо. А как же его применять? Ну, применяется водород вот в виде ингаляции. Ингаляции газами в очень низкой концентрации. Ну, там, вернее, водород находится от 2 до 4%. Это не горючая смесь и никакой опасности не представляет. Его можно делать как днем, так и даже в ночной период, что я, собственно говоря, и надеюсь, что станет очень распространенным. Это назальная вот эта гарнитура, она абсолютно не мешает спать. Ты вот включил, уехал себе утром удивительные, конечно, последствия этого дела. То есть пожилой человек ведет себя как ребенок. То есть вот он заснул, и потом утром проснулся, и как будто бы не было ночного сна. Ну, я, например, скажем так, чувствую, и те, кто это испытывали, моя жена, скажем так далее. Вот. Ну, и потом питье. Питье простой водородной воды и суперсатурированной воды. Вот эти аппараты производит наше предприятие. Это как бы водородный бювет. Вот он содержит 20 литров воды, насыщенной водородом, который там образуется, и ты пьешь, и он снова восполняется. И можно готовить суперсатурированную воду с концентрацией водорода в 4 раза выше. То есть обычная концентрация 1,4 ppm, а это будет около 6 ppm. Вот. Это суперсатурированная. Ну, и зонированный физраствор, тоже распространенные сейчас средства в мире. Вот. Там очень просто делается, и никаких проблем не возникает. То есть мы берем пластиковый пакет, подаем давление повышенное, водород входит через стенки, не нарушая стерильности, оперогенности там. Вернее, он остается стерильным и оперогенным, каким он был до этого. Но через пластик входит водород, и вы можете после этого его капать. Так. И я сейчас небольшой обзор сделаю по тому, ну вот как бы, что такое, как водород работает. Существует 450 работ в настоящий момент, очень высокого качества. Ну, в основном японские работы. Вот. В которых показан, сделан обзор, и я только вот клинический. Там в основном на животных, так сказать, на грызунах там разнообразных, на моделях, там так далее, разных заболеваний. Ну, а в этом вот на людях. Вот показано, например, что инфузия насыщенного водородно-физиологического ростуру уменьшает площадь очагового инсульта ствола мозга. Это под данным магнитно-резонансной терапии. Видите, вот это вот Эдварон, вот такая ловушка, золотой стандарт ловушки радикала. Вот это вот Эдварон плюс H2. Вот. И это показано на, уже на данные по изучению индексов, нейрологических индексов состояния пациентов. После инфаркта головного мозга, вот этот вот индекс NIHCC и индекса функциональной, в общем, работоспособности и, можно так сказать, работоспособности. Вот видите, это обычное лечение этого циводорода. Вот. Вот очень наглядно видно действие питья водородной воды, скажем, вот это вот Эльдопа, который является золотым стандартом при лечении болезни Паркинсона, да, вот в течение года. Мы видим, как средний индекс прогрессирования, так сказать, этого заболевания у довольно большой группы, вот от нуля до плюс 4,5, это прогрессирование. То есть у них в среднем было 24, стало 28. А группа, которая пила в течение года воду, 2 литра в день с водородом, видите, у них, как бы, идет обратное развитие на всего на 1, но главное, что нет прогрессирования заболевания. Это, конечно, очень важно. Вот. Вот это вот данные по лечению, по использованию водородной воды для профилактики сахарного диабета 2 типа и при нарушении толерантности глюкозы. Видите, вот эта группа была уже, как бы, с нарушенной толерантностью, это на тесте определения чувствительности глюкозы. А вот это вот с водородной, они перешли на верхнюю границу нормы. А вот это вот, как изменяется, скажем, выброс инсулина в контроле и в этой группе, в сравнении плацебо. Очень хорошо водородные ванны, например, работают при псориазе, а вот это вот такой замечательный пример при острое и герпетическое воспаление кожи. Вот. То есть это замечательные уже клинические данные есть и они бесспорны. Ну и часто начинают, вернее, существует, ну часто вот такой вопрос возникает, а вот это все безвредно или нет? Использование водородов. Ну, я еще раз говорю, что напоминаю, вот есть такие данные по животным. Скажем, вот концентрация водородов в вздошной кишке, там где максимальное количество водородопроизводящих бактерий, вот где-то около 0,2 ммоли на литр. В печени 0,2 ммоли, а максимальная концентрация кислорода в воде, ну это 1 ммоли, то есть это сопоставимые вещи. То есть у нас в наших тканях концентрация водорода, она сопоставима с концентрацией кислорода, если нет дисбиоза. А дисбиоз есть и продукция водорода, по итальянским данным, варьирует в группе от 0,06 мл в минуту до 29 мл в минуту, то есть в сотни раз. То есть у некоторых водородов практически не образуется, у других идет какое-то заметное образование водорода. И вот в этом смысле экзогенный водород, конечно, оказывает свое благотворное действие. Теперь, то есть это наш естественный газ. По отношению к нашим естественным газам, ну или вернее к факторам естественным, вопрос о токсичности просто бессмысленный. Правильно? То есть эволюция уже приспособилась, так сказать, и наоборот стала использовать этот фактор. А вот что касается, то есть мы можем говорить не о токсичности, а о дозах. Ну вернее о допустимых границах для этой концентрации. Ну и тут тоже нет никаких вопросов. Есть фирма такая вот Гидра 8 французская, которая еще с начала 90-х годов прошлого века применяет водородно-гелевую смесь для технического дайвинга. То есть для погружения на большие глубины. И при этом даже до 500 метров погружается на водороде. При этом концентрация давления водорода около 20 атмосфер. Вот человек дышит этим водородом, да, и это все запатентованное и прочее. Ну это все равно, чтобы как бы залезть в баллон, да, с водорода при 20 килограммах. Ну ничего не случается. То есть это безопасный и естественный безопасный газ. И его верхние дозы как-то, ну мы не можем даже представить. Потому что для ингаляции нужно 0,2% или 2% всего. Если 20 килограмм, 20 атмосфер, вот можно, вот такие 0,2% тоже можно, да. Хорошо. Спектр фармакологической активности водорода. Вот здесь, конечно, есть вопрос. Вот как уже упоминалось, ранее спектр физиологической активности системной озоноводородной терапии практически идентичный. Что позволяет уже сейчас начать процесс разработки методик применения водородной озоноводородной медицины. Процесс апробации и утверждения водородной терапии активно идет, например, в Японии, в Чехии, у нас на Украине. Недавно в России положен старт работам по клиническим испытаниям водородной терапии благодаря усилиям Юрия Дмитриевича Бричкина, низкий ему поклон, и Геннадия Андреевича Бояринова. Я надеюсь, что Геннадий Андреевич начинал в свое время зоновую терапию. Может, он еще, так сказать, покажет нам классы в водородной терапии, как пионер, да. Вот. Ну и теперь это все хорошо. Но, значит, эффекты, вот фармакологические эффекты водорода и озона, они настолько широки, что они практически совпадают. Ну, как широкий спектр, значит, все совпадают. И для ксенона, кстати, такой же спектр. Ну и вот даже если упираться в этот антиоксидантный консенсус, который весь мир там, так сказать, захватывает, то, ну, так можно сказать, что такая база. Хотя, есть еще ксенон. Так как никому не придет в голову считать, что инертный газ может быть антиоксидантом, то исследователи начали искать другие какие-то варианты механизма действия и нашли адаптогенные. То есть вот ксенон, который применяется в России достаточно широко и в терапии, ну, в первую очередь, конечно, в практике анестезии, ну, и в терапии. Считается, что он адаптоген. Ну, вот мы попытались посмотреть, а есть ли у водорода адаптогенные свойства. Вот для этого мы используем такой простой подход. Это вот, смотрите, это гипофизарно-гипоталомический комплекс, который руководит гормональной системой организма. А в нем есть ядра передние, да, ну, вот руководит этими, так сказать, основными гормональными железами. Но еще там находятся передние и задние ядра, одни из которых, вот, образуя симпатическую систему, и поэтому ускоряя частоту пульса, да, а другие пара симпатическую, которые замедляют пульс. А вот когда они работают вместе, то пульс варьирует. И вот если мы запишем 500 таких импульсов, и посмотрим, как они варьируют в течение, ну, где-то несколько минут, то мы вот увидим такую картинку. Вот это вот кардиоинтервалограмма молодого человека, это уже человека в годах. Видно, что симпатическая, парасимпатическая система у него же работает, так сказать, не так активно. Сейчас, секундочку. Вот, ну и вот, получается, мы видим, как вот эти вот показатели кардиоинтервалограммы, очень чувствительные, вот эта ингаляция, в течение, там, трех часов. Вот это вот, это было при ингаляции, это при питье воды. Тоже мы видим очень чувствительные параметры симпатической и парасимпатической нейросистемы к питью воды, например, водородной, или кингаляции водородной. Вот, и мы видим вот динамика кортизола, например. Вот это гормон такой важный, он еще называется стресс гормон. Вот видите, это процедуры инфузии физиологического раствора. Также физиологический, это уже физиологический раствор зонированный. Он тоже, это очень чувствительный парамет, кортизола, да. Только под действием азона уровень кортизола запоминается и хранится в памяти этого системы адаптации 4-5 месяцев, которая обеспечивает преемственность курсом. А у водорода этого нет. Ну и есть еще такой подход, вот мы берем просто клетки. Вот тут товарищ из Ливана говорил, что он использует просто вот анализы крови для анализа эффективности азонотерапии. Да, это можно делать. Вот это вот динамика моноциты, азинофилы, базофилы, так сказать, при азонотерапии. А вот динамика, да, и вот резкое падение, вот, так сказать, ну, вернее, балансировка вот этих вот параметров, она, мы используем ее как мерил от того, что вот мы закончили курс, можно его прекращать, он будет успешным. А вот так водород действует. Видите, вот тоже моноциты скачут, причем это где-то там 15 процедур, но никак не нормализуется. А вот если их взять и одновременно использовать, азон, водород, азон, водород, азон, водород, то двух-трех таких комбинаций достаточно, чтобы эффективно привести в баланс клетки белой крови. А что это такое значит, когда они входят в баланс? А это значит, что система гомеостаза входит в баланс. А потому что белая кровь интегрирует в себе гормональные влияния и иммунные. Вот если они заходят, там не важно какой способ, как они это сделали, там перекисные или не перекисные, главное, что в итоге мы получаем баланс. А раз мы получаем баланс, то это и есть здоровье. Ну это вот наши приборы, сейчас, секундочку, вот это вот способ получения, это пакет с водородом. Мы выпускаем там специальную гиперборидскую ячейку, подъем 4 килограмма и потом через час вытаскиваем и можем капать водород. Вот, еще один, это вот там мы можем посмотреть, это такой прибор, который делает и азоны водорода. Без баллонного кислорода, без констратора, без ничего, 60 миллилитров в сутки ставите, и получаете и то, и другое, и все даром можно сказать. Вот, ну и вот это еще вазоновый билет, можно делать суперконцентрированный раствор, можно дышать водородом и можно пить воду. Спасибо за внимание. Спасибо, Евгений Иванович.